Итак, мы говорили, видите, что жена, да, боится или уважает своего мужа, да, и что включает в себя уважать своего мужа. Итак, значит, когда он в гневе, она осторожна и деликатна, и умеет заметить и отличить проявление его любви к ней. Следующее, она ненавидит то, что он ненавидит, и любит то, что он любит. Вот, она ненавидит то, что он ненавидит, и любит то, что он любит. Это что значит уважать своего мужа, да? Она ненавидит то, что он ненавидит, и любит то, что он любит. Это некоторые из этих правил, взятые из десяти заповедей жены, я потом о них расскажу. Следующее, она надежный хранитель его тайн и не открывает их даже своему отцу и матери. Часто, знаете, конфликты возникают из-за чего? Из-за того, что, да, приходят, рассказывают, а она то-то, то-то делала, а она говорит, а вот мой муж что-то, то-то сделал, и возникает проблема, да? Ваши внутренние проблемы – это ваши внутренние проблемы. Вы можете посоветоваться с родителями, но должно быть все как корректно, да? Если это касается каких-то интимных вещей и тайн ваших, то вы не должны выдавать. Она надежный хранитель его тайн и не открывает их даже своему отцу и матери. Следующий пункт. Она чтит и уважает его родню и не хвалится перед ним своим происхождением. Может, она дочка академика, а у него колхозники родители, да? Она чтит и уважает его родню и не хвалится перед ним своим происхождением. Помните пример плохой жены из книги Эстер? Да, Вашти была царицей, а Ахашвирош – это как сказать? Он был бы… это же тогда, как персы только захватили Вавилонию, да? Да? И Вашти была из древнего рода, царского рода Вавилония. А Ахашвирош, ну, по-нашему, ну, вориши, выскочка был, да? Да еще и алкаш. Да еще там с ребятами пил он, пил-пил. Да, смотрите, сколько он там времени. Полгода пил, потом еще неделю решил добавить. И она не выдержала это. И закончилось плохо, да? Ну, не знаем точно, чем она закончилась. Минимум разводом. Она чтит и уважает его родню и не хвалится перед ним своим происхождением. Следующее. Она изменяет своим привычкам, то есть изменяет свои привычки, да? И усваивает обычаи своего супруга. И пусть даже он будет полным ничтожеством, она не выказывает к нему пренебрежения. Она изменяет свои привычки и усваивает обычаи своего супруга. И пусть даже он будет полным ничтожеством, она никогда не выказывает к нему пренебрежения. Итак, она изменяет своим привычкам и усиливает обычаи своего супруга, и пусть даже он будет полным ничтожеством, она никогда не выказывает к нему пренебрежения. Следующий момент. Она заботится о том, чтобы он ел вовремя, и готовит ему те ясла, которые он любит. Она заботится о нем, чтобы он ел вовремя, и готовит те ясла, которые он любит. Вы помните, пусть сердца мужчины лежит как через желудок, да. Подарки его безразлично, большие или малые, всегда ей дороги и милы. Подарки ей безразлично, большие или малые, всегда ей дороги и милы. Где-нибудь там конфетку, шоколадку принес, ну пусть хоть маленькую, да. Но радость. Подарки его безразлично, большие, малые, всегда ей дороги и милы. Следующее. Она внимательна и неболтлива, усердна в работе к дому. Всегда рада собственными руками сделать то, что нужно ее супругу, но не пренебрегает, как мы видим из Писания, и с помощью служанок. Она внимательна, неболтлива, усердна в работе к дому, всегда рада собственными руками сделать то, что нужно ее супругу, но, как мы видим по Писанию, не пренебрегает и помощи служанок. Да? Служанки делают, да? Ну, у нас такой проблемы нет. Хорошо. Следующее. Разговаривая с ним, она выказывает ему почет и уважение. Как Сара, матерь наша, называла Авраама как она, господин? Мой. Разговаривая с ним, она выказывает ему почет и уважение. Как Сара, матерь наша, называла Авраама, господин мой. Вот вы знаете, в украинской культуре, например, родители к детям обращаются на вы. Это очень хорошо. В русской культуре это нет. В еврейской культуре вообще запрещается родителей называть по имени. Вот только это мой отец, да? Папа мой и так далее. Но он, он мне сказал там и так далее, да? То есть, надо быть очень уважительным. Так же и жена по отношению к мужу. Отказывает почет и уважение. Следующее. Она заботится о чистоте своих одежд, да? О чистоте своих одежд должна быть всегда опрятна и вызывать приятное впечатление. Вызывать свои виды уважения к ее супругу со стороны других людей. Следующее. Если в дом заходит гость или родственник мужа, она принимает его с радостью, с радостным выражением лица и готова пойти на расходы больше, чем обычно, в честь гостей. Потому что тем самым воздается почет ее супругу. Значит, если приходят гости и родственник мужа, она ей говорит, какого козла ты опять нам привел, и какого там черта нам принесли, да? Вот. Да, опять и так далее. Она должна радоваться, что она идет на расходы, но тем самым показывает почет своему супругу. И если она ведет себя так, к ней относятся слова писания идеальная жена венец супруга своего. Если она ведет себя так, к ней относятся слова писания идеальная жена венец супруга своего. Ну, вот заметьте, заметьте, почему-то Почему-то, когда пришли ангелы к Аврааму, да, Авраам все это бегал, все выставлял, а жена только сидела там в шатре, и говорят, что она там с другими женщинами засловила насчет Авраама. Помните, мы разбирали эту проблему? Насмехалась, да. Насмехалась, да. Хорошо. Итак, идеальная жена – венец супруга своего. Случалось однажды, что одна женщина выдала дочь замуж и сказала такое напутствие. Дочь моя, встань перед супругом твоим, словно слуга перед своим господином. Тогда супруг твой принесет себя и будет тебе слугой, и будет служить тебе, словно своей госпоже. Но если ты попытаешься возвыситься над ним, то он возвысит себя над тобой и будет твоим господином, а ты будешь ему служанкой. И очень берегись, чтобы супруг твой не нашел тебе чего-то зазорного, отвратительного или уродливого уже в самой юности твоей. И не полагайся на то, что ты прекрасна и желанна ему. Потому что если уже сейчас, пока ты еще совсем молода, ты повредишь его любви к тебе, никогда в жизни не сможешь снова заслужить его благоволение, и тогда лучше было бы нам с тобой обоим погибнуть, когда я тебя рожала, но не дожить до такой беды. Ну, такая еврейская традиция. Да. И десять заповедей еврейской жены. То, что я говорил, немножко повторяется в этих заповедях. Это я такой сборник сделал из всех еврейских таких вот источников. Ну, вот интересно, что в 17 веке польский еврей Ицхак бен Яким написал своей дочери книгу «Доброе сердце» о том, как добиться мира и согласия в семье. Написал дочери книгу «Доброе сердце». И там было десять заповедей жены. Первое. «Будь осторожен, когда муж твой сердится, в этот момент не будь невеселый, несварливый, улыбайся и говори тихо». Будь осторожен, когда твой муж сердится, не будь невеселый, несварливый, улыбайся и говори тихо. Второе. «Не заставляй мужа ждать еду, голод, отец гнева». Второе. «Не заставляй мужа ждать еду, голод, отец гнева». Ну, как я бы первое это заповедь поставил? А второе, вот следующее. «Не буди его, когда он спит». Ну, имеется в виду, не тогда, когда нужно разбудить, да? Вот. Но разбудить по пустякам беспокоит, да. Значит, третье заповедь. «Не буди его, когда он спит». Четвертое. «Будь осторожен с его деньгами и не скрывай от него своих расходов». «Будь осторожен с его деньгами и не скрывай от него своих расходов». Пятое. «Храни его секреты, если он хвастает, держи это в тайне». Шестое. Пятое. «Будь осторожен с его деньгами и не скрывай от него своих расходов». Пятое. «Храни его секреты, если он хвастает, держи и это в тайне». То есть, нельзя сказать, он хвастает перед своими друзьями, да, но это не так было, а так. Вот я, например, никогда не вру, но я всегда преувеличиваю. У меня есть такая особенность. Жена моя это знает, но мне подсказывает, когда Бог толкает, что ты уже это слишком согнул. Хорошо. Не одобряй его врагов, и не надо ненавидеть его друзей. Не одобряй его врагов, и не надо ненавидеть его друзей. Седьмое. Не возражай ему, и не утверждай, что твое решение лучше, чем его. То есть, решение надо предложить, но ответственность за решение лежит на мужа. Не возражай, и не утверждай, что твое решение лучше, чем его. Восьмое. Очень важный принцип. Седьмое. Не возражай ему, и не утверждай, что твое решение лучше, чем его. Восьмой. Не ожидай от него невозможного. Видите, часто бывают женщины, которые от мужа требуют невозможного, да? Некоторые вещи человек просто не может делать в силу своих привычек, в силу своего, как говорится, скромности, таланта или каких-то других вещей, да? Если моя жена говорит, вот ты должен это сделать, я говорю, ну, я это не могу сделать. Почему не можешь? Ну, не могу и все, да? Вот ты делай это, делай, вот ты такой, такой. Не требовать него невозможно. У каждого есть свои пределы возможностей. Мы можем молиться, мы можем поощрять человека к тому, чтобы он поднимал эту планку, да? Но не надо это делать искусственным путем. Следующее. Если ты будешь внимательна к его просьбам, он станет твоим рабом. Если ты будешь внимательна к его просьбам, он станет твоим рабом. Если ты будешь внимательна к его просьбам, он станет твоим рабом. 8. Не говори ничего такого, что задевало бы его. Если ты будешь обращаться с ним как к царю, он будет относиться к тебе как к царице. 9. Не говори ничего такого, что задевало бы или раздражало его. Если ты будешь обращаться с ним как к царю, то он будет относиться как к царице. 10. Хорошо. И четвертая роль жены. Мы говорили, что третья задача, роль жены, что делать? Уважать своего мужа. И четвертая задача или роль жены – быть учителем Торы. Если ты будешь относиться к нему как к царю, он будет относиться к тебе как к царице. 10. Четвертое – это быть учителем Торы. 11. Слушай, сын, мое наставление отца твоего, и не оставляй Торы матери твоей. Мы уже говорили. Притчи 1.8. 12. Рав Давид Кимхи, он же Ародак, говорит, Тора, матери твоей, означает, что мудрая женщина учит своего сына правильного пути. 12. Правильный путь – это не набор инструкций и не юридический справочник, но именно путь, определяющий подход ребенка к пониманию Бога и жизни. 13. Основа мировоззрения будущего взрослого в руках его матери. 14. Она предвидит пути своих домочадцев. Притчи 31.27. 15. Она не только смотрит там, где они сегодня, но и проверяет, верной ли дорогой они пойдут завтра. 15. И 2. Тимофея, как я говорил, подтверждает этот принцип. 2. Тимофея, 1.3.5. 15. Там говорится о Тимофее, а также бабушке его, да, Лаиде, и матери, и в Нике. 16. И ничего не говорится ни об отце, ни о дедушке, да? Скорее всего, что эти люди были далеки от Бога, и с Тимофеей ничему не научили в этом отношении. Хорошо. Каким же образом учить детей Торы? Есть два способа передачи информации. Вербальный или словесный, да? И невербальный, то есть несловесный. Вербальный, да? Вербальный – это если ты начинаешь ребенку своему говорить «Помни, Бог тебя всегда слышит». Или «Успокойся, пока я не оторвала тебе голову». Правда? Это вербальный способ. Понятно, что таким способом можно научить, да? Вот. Но есть еще и невербальный, без слов. Или, как говорит, кроткий какой и молчаливый, да? Кроткий и молчаливый нрав. Хорошо. Значит, что же должна мать, если она использует вербальный способ, то есть речь, да? Что она должна говорить, что она должна знать. Первое. Ставьте большое «что», да? «Что», «как», «кому» и «когда». Первое «что», «второе», «как», «третье», «кому» и «четвертое», «когда». Первое «что», «какой ответ будет правильным и корректным». Дети задают часто странные вопросы, да? И детям нужно отвечать правильно, корректно. Не нужно будить их лишней фантазии, например, вот о вопросах секса, да? Плохо, когда дети получают неправильное понимание, да? Но надо это сказать так правильно, чтобы ребенок, во-первых, понял, да? Во-вторых, это не вызывало у него каких-то нездоровых эмоций. Тем более дети часто задают странные и провокационные вопросы. Правда? Дети всегда маленькие провокаторы. Хорошо. Второе «как» говорить. Значит, второй вопрос. Первый вопрос «что», второй «как» говорить. Значит, различные есть способы, как сказать, да? Можно сказать спокойно, можно сказать раздражительно, можно сказать с авторитетным голосом, да? Вот я говорю, что в моей жизни хорошо поставлен командный голос командирский. Вот. Это я чувствую. Мне это приятно. Хорошо. Значит, как говорить? Следующее. Кому говорить? То есть, если мы говорим одно и то же, но кому мы говорим? Одна информация для одного ребенка подходит, а для другого не подходит. Помните? Есть четыре типа детей, четыре типа вопросов на писах. Когда подходит сын и задает вопрос, да? И каждому сыну надо ответить по-своему. Хорошо. Значит, что, как, кому. И когда говорить? И когда говорить? Хорошо слово ко времени. Мишлей 15-23. Когда говорить? Да? То есть, не всегда нужно вовремя. Бывает, иногда ребенка нужно утешить, а мы начинаем ему ставить нотации. Правда? Бывает, просто его надо прижать к сердцу и приласкать. А мы начинаем, вот ты такое-такое, вот ты не так делаешь, вот ты не то. Вот, вы знаете, мой отец всегда стремился, чтобы у меня было совершенство. Если я папа, я вот тебе нарисовал. Папа, я это подхожу. Да, но ты мог бы и лучше это сделать. То-то, то-то, то-то. И начинаешь, ага, руки грабли, ноги. Это ты такой неловкий. Ага, на тобой девочки будут смеяться. И понимаете, такие вещи. Мы что делаем? Благословение делаем ребенку? Ну, и часто проклятие, да, делаем. И вот для меня Бога, я могу представить Бога Всевышним, я могу представить Бога как любовь, как своего учителя, как своего творца, как того, кто умер за меня, да, это я все могу представить. Но мне трудно представить Бога как отца. Потому что я вам говорю, что у меня проблема была с отцом. Правда? Вот, я его просил, но все равно какие-то определенные вещи возникли. Поэтому я старался со своим сыном, чтобы он был, вот, дружил бы с ним. Читали много, я ему читал слух, и так далее. Я так думаю, что слава Господу, я его вырастил, и вроде бы он хороший отец для своих детей. Слава Господу, да. От меня всегда требовали совершенства, я всегда стремился быть отличником. Поэтому первую половину своей сознательной жизни я стремился быть отличником, а вторую половину сознательной жизни я стремился быть по гамочкам. Понимаете, да? Иногда я пытаюсь, это, как говорится, перегибаю палку в другой конец, это не удивляйтесь. Поэтому я хулиганю и словами, и действуя, да? Для того, чтобы перегнуть палку в другую сторону. Кто меня не знает, а тем, тех это немножко шокирует. А я в первую половину своей жизни стремился быть идеальным человеком. Аж потом самому противо достало. Хорошо. Итак, второй способ. Это 1 Петра 3.1, да? Вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих были без слов, приобретаемые ими. То есть, это невербальный способ, да? Да. 1 Петра 3.1 говорит о невербальном способе научения Торы. Да. Невозможно выразить человеческое сердце, говорит Раша. Комментарий с Анхидрин 35а. Невозможно словами выразить человеческое сердце. Правда? Глаза, взгляд, движение, жесты, то, как человек видит, выглядит, как он одевается, да? Как он поступает в таких ситуациях, это намного важнее, чем то, что он говорит. Одна из форм поучения без слов, которая пригодна для всех возрастов, это искренний энтузиазм. Искренний энтузиазм. Что самое страшное, что мы можем иметь, это безразличие. Согласны? Вот. Любви противоположно не ненависть. Любовь и ненависть – это вещи, которые совместимы. Просто они имеют разную полярность, да? Положительную, отрицательную. Но противоположность любви не ненависть, а что? Безразличие, да? Поэтому нужно все делать с энтузиазмом. Все это делается с энтузиазмом. Вот так, как вы, сказали, делаете для Господа, да? То есть энтузиазмом. Вот потому, как вы приходите в восторг от шабата, от тора, от сдаки, а кто там от шубы, от мебели, от шоколадных пирожных, в вашей семье станет ясно, что для вас является самым главным. Но бывает и обратная сторона медали – фальшивое ликование. Фальшивое ликование очень опасно, потому что по природе дети, в особенности, чувствительны ко лжи. И поэтому нужно делать все, да, естественно. Но нужно делать это так, как вы делаете для Господа. Правда? А не так, как будто вы выполняете какую-то тяжкую обязанность. Если жена просто варит суп, то это варит суп. Если она его с любовью варит, вы знаете, можно варить и составить совершенно одинаковое количество ингредиентов, ингредиентов, по одинаковой технологии, и все равно суп будет разный, да? Вот. Хорошо. Основание святости и корень истинного служения заключается в том, что человеку должно быть ясно и понятно, в чем состоит его долг в этом мире, и чему следует стремиться всю жизнь, в осенние дни нашей жизни. В книге «Кузыри» сказано, «Хасид правит самим собой». Хасид кто? Благочестивый, да? Да, благочестивый. Хорошо. Так описываю одну женщину, мать тринадцати детей. Когда она идет по улице с тринадцатым ребенком, лицо ее так же счастливо, как в ту пору, как она шла с первым. Догадаться, что это не первый, можно только потому, что она не только весела, но и совершенно спокойна. Кстати, вы знаете, что Менделеев был четырнадцатым ребенком в семье? Что? Был Менделеев четырнадцатым ребенком в семье. Я вам еще скажу, что Менделеев – это не фамилия, а псевдоним. А насчет Менделеевых, Мендельсонов, Менделевичей и так далее, можете себя сами сказать. Чайковский чай, как вы знаете, да? И так далее. Хорошо. Вот такая говорит традиция о еврейских женщинах. Но, к сожалению, вы знаете, в современной жизни часто еврейские жены ведут себя не так, вот как другие. В 1969 году американские социологи опубликовали интервью двухсот евреек, большая часть которых – уроженки Филадефии и Нью-Йорка. Они заключили, что еврейские семьи держат первое место среди всех этнических групп по количеству семейных ссор. Ссоры могут продолжаться часами, но ведь может именно благодаря этому стоятельству своеобразной разрядки статистика разводов евреев ниже, чем у других народов. Ну, и сейчас у них уже знаете, больше разводов, безусловно. Катя Руберштейн рассказывала в своих мемуарах, проголеваясь отцом по улицам Туниса в день шабата и ослышал доносящийся закон в домах женские крики, когда муж дома, он становится мишенью, в которой выпаливается вся накопившаяся горечь еврейской женщины. В то же время и среди еврейских семей больше заботы по отношению друг к другу. Вот, вы знаете, когда есть смешанные семьи, жена еврейка, допустим, муж не еврей. Или муж еврей, а жена не еврейка. А вот как вы думаете, где в семье больше получается мира? Там, где муж еврей. Там, где муж еврей. Вот почему-то так получается. Значит, больше проблем почему-то. Больше проблем. Вот всегда получается больше проблем. Я даже видел на нескольких таких вот... Вот. По данным опросам, 432 еврейки из одного города сказали, что их мужья, по крайней мере, один раз в день звонят им по телефону, гораздо чаще, чем мужья не евреи. Самые женщины, по крайней мере, раз в день звонят на работу мужья, то ли, как среди христианок, это делает лишь незначительное меньшинство. Ну, слава богу, у меня мобильного телефона нет, поэтому мы друг другу звоним уже, если кто-то действительно в чем-то нуждается. Но люди друг друга хотят просто пообщаться, правда? Обследовали женщины евреек и неевреек, и в глубокой депрессии оказалось двое больше женщин, чем опросы среди неевреек того же возраста. То есть, если муж еврей, да, то женщина не еврейка гораздо в лучшем положении оказывается почему-то, чем женщина еврейка, а муж не еврей. Не знаю, с чем это связано, но все-таки это, видимо, связано с ролью мужчины в доме, правда? Хорошо. Ну, еще, так сказать, свекровь. Третья в супружеской черте. Вы знаете, что? Свекровь – это и дыши мама, да, и очень возникает много проблем. Вот, значительно больше в еврейских семьях, поэтому, по данным социологической исследований, часто у близких женщин рождается мысль объединить свои силы против слабака мужа. По данным исследований в Соединенных Штатах Америки, 55% замужних евреек видятся со своими матерями не реже раза в неделю. У неевреек это примерно 43,5%. Если они не видятся, то часто звонят друг другу по телефону. Так, одна еврейка звонила матери ежедневно на протяжении 20 лет, не пропустив ни одного дня. Хотя сказано возлюбие отца своего и мать свою, но в данном случае это уже нарушение другой заповеди. Какой? Отлепиться от матери и отца, и будет что? Одна плоть. Здесь у меня есть, да, прилепиться к жене своей, и будет одна плоть. Здесь у меня есть еще вот приложение, почерк системы совершенствования. Называется хэшбон-анэш. Хэшбон-анэш. То есть, если мы попробуем проконтролировать наши качества, да, наши душевные качества, нафиш душа, а хэшбон это счет. Ну, например, вы можете составить в таких разрядах. Значит, допустим, правда. Правда. То есть, не говорит ничего, о чем вы уверены на 100%. Второе. Гнев. Да. Не говорит ничего, о чем вы не уверены на 100%. Гнев. Гнев. Если вы душе сердиты, да, не теряйте контроля под собой. И вы оцениваете это по 10-балльной системе, да? Если вы только лжете и ни разу не говорите правду, вы что пишете? 10 баллов, да? Или наоборот, да? Да. Вот. Гнев. Даже если вы в душе сердиты, не теряйте контроль над собой. Нет. То есть, в смысле, если вы все время говорите правду, значит, у вас 10 баллов, допустим. 50 раз соврали, 50 раз правду соврали, да? 5 баллов. И так далее. Гнев. Если вы постоянно гневаетесь, да, это плохо. Если вы сдерживаете гнев, это нормально. Так. Бережливость. Бережливость к бережно сбереженному. Что означает бережливость? Это не покупать ничего под влиянием минутного настроения. Да. Не покупать ничего под влиянием минутного настроения. Так, вы знаете, известный еврейский мудрец Конфуций. Да, это китайский мудрец, но есть мнение, что он был из колена шара. И он говорил. Ну, подумай хорошенько. То, что кажется тебе необходимым, на самом деле, излишне, да? Фактически, вот эта реклама, что сейчас действует, это не то, с чем должна заниматься реклама. Реклама должна просто доводить до сведения покупателей, да, о хороших качествах товара или о наличных товарах в данном случае. Но сейчас реклама просто заставляет людей, в особенности сейчас, вот, перед Рождеством начинается бум, тратить деньги, конечно, те, у кого они есть, да? В Америке это вообще становится культом каким-то на совершенно ненужные вещи. То есть, подумай хорошенько, да, то, что кажется тебе необходимым, на самом деле, излишним. Это принцип бережливости. Не покупать, или, современными словами, не покупать ничего под влиянием минутного настроения. Следующее. Аккуратность. Это и в отношении гигиены, опрятности, одежды, умывания, чистки зубов и так далее. Пятое. Доброта. Ну, и, значит, оценивайте по десятибалльной системе. Значит, все положительно хорошее, да, 10 баллов плохое, 0 баллов. Доброта. Это не отказывать в разумной просьбе, издлении или нежелании утруждать себя. Что такое доброта? Не отказывать в разумной просьбе, издлении или нежелании утруждать себя. Добрый не тот человек, который на все отвечает, да, чтобы его не попросили. Это должен, доброта должна быть разумной, правда? Конечно. Ну, вот. Да. Не отказывать в разумной просьбе, издлении или нежелании утруждать себя. Вот что такое доброта. Следующее качество. Злословие. Злословие. Не отзываться плохо от других. Седьмое. Молитва. Молитва. Насколько мы усердны в молитве, да? Максимум 10 баллов. Если вообще не молились, 0 баллов, да? Ставите. Молитва. Да. Значит, произнеся браху или что-нибудь, вы должны еще помнить о смысле слов. Слов, то есть, важно не количество, а качество еще. Следующее. Приветливость. Приветливость. Всегда встречать с улыбкой каждого, ходящего в ваш дом, в том числе мужа и детей. Покажите им свой оскал. И скажите, ши, 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 как американцы. Да. Хорошо. Приветливость. Встречайте с улыбкой. Каждого, ходящего в ваш дом. Как говорил мой любимый поэт, Вадим Шефнер. Вы гостям хорошим рады, смело в дом ходите, вытирайте ноги, гады, чистоту блюдите. Хорошо. Следующее. Еда. Еда. Значит, есть нормальную пищу, если ты полный, допустим, ограничивать по собственной полноте пищи. Пища должна быть хорошей, полноценной, да? Насколько у вас полноценная еда. Вот тоже ставите 10 баллов, если вы хорошую пищу, вкусную, да, делаете своему мужу. Здоровую. И наоборот. Хорошо. Следующее. Битахон. Битахон. Битахон означает упование на Всевышнего. Вот насколько упование ваше на Всевышнего? Да. Битахон. На еврейском. Тихон быть в середине, да? Битахон – это быть под покровом Всевышнего. Битахон. Значит, если вы начинаете волноваться, или что-то у вас не ладится, или у вас какие-то сомнения в вере, сомнения в Боге, сомнения... Вот. То у вас возникает что? Или вы уповаете, да? Полное упование. 10 баллов. Так. Одиннадцатое качество. Мир. Мир. Не пререкаться ни с кем. Мир – это если вы с кем-то поссорились, вы себе балл снижаете, да? Пришли мужу что-то сказали, капнули, капнули. Значит, вы ставите себе балл ниже. Мир. Не пререкаться. Следующая скромность, мы говорим, сниут, да? Значит, не хвалиться ни собой, ни своей семьей и быть скромным. Сразу ставите себе 10 баллов. Вы самые скромные люди, да? Хорошо. Я самый скромный человек на земле, да? Да. У него не было, да, у него не было друзей, у него не было врагов, но все друзья его ненавидели, да? Или если бы у меня были друзья, то они бы вам сказали, какой я хороший человек. Это цитирую Челентано в последних раз. Челентано, а тут я не помню откуда. Кажется, Бельмондо говорил. Хорошо, скромность. Следующее. Галаха. Вот, значит, насколько вы придерживаетесь Галахи. Ну, вы сами понимаете, какой мы Галахи должны придерживаться? Ортодоксальной? Нет, той Галахи, которая принята в нашем обществе, да? В нашей общине. Итак, значит, да, Галаха. Галаха. 13. Чет характера. И делите по дням недели. Галаха – это путь. Это насколько мы соблюдаем традиции. Съели-ка свинину. Значит, балл ниже там, допустим. Ясное дело, да? Не помыли в субботу, балл ниже. Хорошо. Вот видите, и расчерчиваете по дням недели. Начиная с воскресенья, да? И производите такую оценку. В конце недели подсчитываете количество баллов, да? Следующая неделя – еще. И таким образом можно объективно оценить, да? Иногда старайтесь, допустим, какую-то неделю придать больше. Вот именно какую-то одной задачу поставить. Одну задачу. Вот, как говорят, там у нас неделя там такого-то. Неделя правил уличного движения. Хотя другие недели тоже надо соблюдать, да? Вот всю эту неделю я буду добрый. А следующую неделю я буду соблюдать калаху. И так далее, да? Значит, сейчас-то можно поставить одну задачу и только одно решение. Вы потом смотрите. Естественно, значит, если вы на чем-то сосредоточитесь, вы следите, чтобы и другие качества ваши тоже не страдали. Хорошо. И закончим. Хорошие вещи. Из притчи 12 дробь 4. Добродетельная семья – это венец для мужа своего, а позорная – как гниль в костях его, да? И как я люблю заканчивать, всегда у нас есть что? Выбор. Всегда у нас есть выбор.